Ну а сегодня прекрасный повод для встречи совместных чаепитий 15 января – Международный день чая. Это дополнительная возможность напомнить людям о проблемах и сложностях производства этого популярного напитка. Наш корреспондент Николай Матюнин поддержал традицию и отправился на мастер-класс по приготовлению особого индийского чая. Тонизирует, бодрит и отлично уталяет жажду. Все это про чай – напиток родом из Древнего Китая. Кстати, в мире существует почти 2000 сортов этого напитка. И некоторые рецепты особо интересные. Чтобы узнать один из них, мы направились в фуллбар. Рядом со мной шеф-повар Борис Маликов. Борис, привет! Здравствуйте! Расскажи, пожалуйста, что за интересный чай мы будем заваривать сегодня? Мы сегодня будем не заваривать чай, а мы будем сегодня варить чай. И мы будем варить сегодня индийский чай. Он называется масала-чай. Борис, ну я совсем не гурман. Я вижу столько ингредиентов. Обычно мой чай выглядит как пакетик и кружечка кипятка. В чем особенность этого чая? Особенность этого чая – специи. Как я до этого вам сказал, что именно специи. Мы будем использовать кардамон, мы будем использовать анис и мы будем использовать гвоздику. То есть это такой пряный напиток будет? Он будет пряный, он будет такой тонизирующий. Слушай, отличный напиток, наверное, для начала дня. Вот, и именно его надо пить утром. Давай скорее приступим к приготовлению. Давай. Борис, ну воду я точно смогу добавить, это я знаю. Оля, ты бы плиту включил. Ну что, приступай, бери ложку. Вот у нас специи. Когда ты посетишь Индию, когда ты приехал в Индию, там тебе обязательно, первое твое угощение будет эмю на этот чай. Они его сразу подают. И даже когда мы смотрим фильмы, всегда они варят этот чай. Варят и подают гостям. Очень вкусно пахнет, очень сильно, такой насыщенный запах. Только пока это похоже на какое-то зелье, совсем не на чай. Ну, правильно, это у нас основа. Добавляем теперь сюда именно сам чай. Чай должен быть обязательно черный, правильно? Только черный. Он варится только с черного чая. Мы берем чай и чая добавляем приличное количество. Здесь одной ложечкой мы не обойдемся. Мы с тобой кинули очень много сюда чая. Чтобы смягчить, обязательно мы добавляем сюда молоко. Слушай, Коль, теперь нам надо добавить с тобой немного сахара. Прямо сюда? Я думал, сахар в порционном. Нет, нет, сахар мы должны чуть-чуть его подоспластить. Он обязательно добавляется к этому чаю, потому что как бы он подается сладким. Теперь он должен у нас кипеть не менее 20 минут. Ну что, цвет очень мне напоминает какао из школы. А вот запах совсем не напоминает какао из школы. Это изысканный аромат, а не школьная столовая. Николай, ну что, как ты думаешь, наш чай готов? Думаю, да, шеф, 20 минут прошло, цвет вроде бы насыщенный. Все правильно? Цвет насыщенный, цвет очень хороший. Это он готов. Ну вот теперь сейчас ты и попробуешь этот чай. Сейчас продегустируешь. Только его надо пить правильно. Маленькими глоточками пьешь и останавливаешь его на языке, чтобы у тебя именно прочувствовать. Потом ты его глотаешь, чтобы ты прочувствовал именно эти специи. Вкус очень насыщенный. Такой бодрящий чай. Я думаю, это станет моей традицией утренней. Вот я и хотел, чтобы ты понял. Вот я вижу, что ты именно почувствовал этот вкус. Но приготовление этого чая не такое и сложное. Я думаю, все наши телезрители смогут почувствовать себя немножечко в Индии, приготовив этот рецепт.